Продолжение следует... 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 Есть противопоказания к цисплотину, и, соответственно, в этой связи некоторые пациенты могут получать иммунотерапию, если у них есть ПДЛ-экспрессия положительная. В этой связи можно как раз-таки отметить пятилетние данные исследования КИНОТ-052, доложен на АСКО в 2021 году, где как раз у таких больных использовался пембролизумаб. И посмотрите, здесь медиана общей выживаемости в среднем 1,3 месяца, но, тем не менее, при СПС более 10, она уже 18,5 месяцев, а пациенты, которые достигли полного ответа, исходя из графика, такие были, медиана общей выживаемости у них не достигнута, пациенты с тестичным ответом медиана общей выживаемости 35,9 месяцев. Но, тем не менее, добавление пембролизумаба к стандартной химиотерапии в первой линии лекарственного лечения, к сожалению, не привело к улучшению результатов лечения. Это было исследование КИНОТ-361, где сравнивалось три группы, всем известное исследование, пембролизумаб добавлялся к стандартной химиотерапии, сравнивалось с химиотерапией. Также была группа, где он использовался в монорежиме. Причем для ПДЛ-позитивных опухолей также не было статистически значимых различий. Имбигр-130, схожая по дизайну исследования с предыдущим, только здесь исследовался отезолизумаб как в монорежиме, так и в комбинации с химиотерапией в первой линии метастатического вартериального рака. Исследования, хоть и здесь были различия, дельта 1,9 месяцев в медиане, времени до прогрессирования и 2,6 месяцев в общей вживаемости, тем не менее, исследование было спланировано так, что эти данные не являлись статистически значимыми. Однако в 2021 году есть новые данные по этому протоколу. И здесь мы видим, что в ПДЛ-положительных опухолях отезолизумаб в монотерапии все-таки позволил достичь снижения риска смерти на 33% по сравнению с химиотерапией. Более того, за сплотение неподходящих пациентов отезолизумаб, а также в монотерапии позволил достичь снижения риска смерти на 40% по сравнению с группой химиотерапии. Поддерживающая терапия. Также всем известны исследования, где после стандартной химиотерапии пациенты получали авилумаб, либо Best Supportive Care. Это позитивное исследование, в котором было показано, что добавление авилумаба в поддерживающем режиме увеличивает общую выживаемость на 17%. Более того, на популяции ПДЛ-положительной опухоли даже на 22%. Было доложено НАСКО в 2020 году, и если мы смотрим под групповой анализ, то здесь тоже видно, что практически все группы пациентов выигрывали при данном лечении. И вот НАСКО уже в 2021 году, опять же, опубликован более новый анализ этого исследования, где выявлено, что применение авилумаба в поддерживающем режиме, оно не зависело от начала его применения. То есть, мы могли начать его применять через 4, либо 10 недель после завершения последнего курса химиотерапии. И также применение авилумаба в поддерживающем режиме способствовало увеличению общей выживаемости, независимо от количества курсов. То есть, мы могли привести от 4 до 6 курсов, тем не менее, поддерживающая терапия авилумабом, она давала свой склад в общую выживаемость. Ну, краткие выводы по первой линии. То есть, все-таки на данный момент, исходя из рекомендации, она назначается только пациентам с противопоказаниями к цисплатину с положительной экспрессией ПДЛ в опухоли, а также пациентам, которым принципы противопоказаны. Любая химиотерапия с неизвестным уровнем ПДЛ. Но, однако, здесь надо отметить, что не было прямого сравнения иммунотерапии друг с другом. Также добавление иммунотерапии к стандартной химиотерапии не привело к улучшению результатов лечения. И опять же, да, такой вопрос риторический, что делать после прогрессирования на поддерживающей терапии авилумабом. Вторая линия иммунотерапии. Ну, здесь, на самом деле, я бы сказал только про пембрализумаб, поскольку единственный препарат, который изучался именно в рандомизированном исследовании второй линии, и сравнивался с химиотерапией. Это киноид 0,45, как раз-таки были обновленные данные на АСКО 2021, опубликованы. И мы видим, что здесь прослеживается на всем этапе наблюдения выигрыш пембрализумаба по сравнению с химиотерапией, как в общей выживаемости, так и в длительности ответа. Чтобы разбавить немножко графики, пациент, который получал пембрализумаб во второй линии, очень кратко, 62 года, рутальный рак лоханки левой почки, нефректомия. И через 7 лет выявлено и верифицировано метастарство в заключительных лимфатических узлах. Мы провели ему первую линию химиотерапии цисплатин-гемицитабин с частичным ответом, однако через буквально несколько месяцев пациент запрогрессировал. Ну, вот ему был назначен пембрализумаб. И, посмотрите, частичный ответ сохранялся на протяжении 21 месяца. Далее по парамедицинским моментам мы пациенты сняли с лечения. Через 8 месяцев наступило прогрессирование процесса и была рекомендована реиндукция пембрализумаба. И еще целый год он получал его. Только после этого развилось прогрессирование. Соответственно, суммарная длительность лечения, включая перерыв и реиндукцию, 3,5 года. Ну, нельзя не сказать про комбинации иммунотерапии, да. Опять же, на АСКО в 2021 году было доложено результатом небольшого исследования, где 43 пациента, которые были неподходящими для химиотерапии, получали инфортумаб с пембрализумабом. И здесь достаточно большой, 93% редукции опухоли у этих пациентов. И получается, что выживаемость также была отслежена, и двухлетняя выживаемость 56,3%. И последнее, наверное, на сегодня все, что я хотел искать исследование – это инфортумаб с пембрализумабом. Это достаточно такое дерзкое исследование в плане, что это сравнивается. Прямое сравнение с химиотерапией в первой линии. Ну, на данный момент, вот исходя из сайта clinicaltrials.gov, там план набрать 760 пациентов, набрано 457, и завершится оно еще не совсем скоро. Но, тем не менее, будем ждать результаты. Всех за внимание. Продолжение следует...